Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хотела бы открыть новую рубрику. Эта рубрика будет, собственно, о том... вообще обо всем. Я просто хочу с вами поговорить. На самом деле я заметила то, что в очень многих видео я какая-то сжатая, закомплексованная, закрытая, не готовая, не открытая к общению. Но на самом деле все это не так. Я очень люблю разговаривать, я очень люблю общаться и также мне хочется поговорить с вами на огромное количество тем. Просто, честно говоря, я не знаю, что вам интересно будет слушать. Несколько раз я пробовала снимать видео на такую разговорную тему а-ля отношения, а-ля дружба. Вообще, ну как бы дружба это и есть, своего рода тоже отношения, но все-таки мне кажется, что вам не совсем интересна эта тема. И, собственно, в этой рубрике я хотела бы вас попросить задавать мне вопросы, может быть, открывать какие-то темы, которые будут являться именно болтологическими. То есть те темы, на которые бы вам хотелось бы со мной поговорить. Собственно, для того, чтобы это видео сделать более таким атмосферным и тематическим, я налила себе кружечку кофе с молоком и буду его попивать в течение этого видео. Я, честно говоря, уже думаю, что скоро у меня будет передозировка кофе, учитывая то, какое неимоверное количество кофе я потребляю в день. Но сегодня мы будем с вами говорить не о кофе. Сегодня я опять же хотела поговорить с вами о теме дружбы. Я думаю, многие из вас заметили то, что тема дружбы для меня очень-очень актуальна. Я тот человек, который достаточно сильно привязывается к людям, который не может без друзей, которому нужен человек, либо же определенное количество людей, с которыми бы я могла общаться, с которыми бы я могла делиться своими радостями, своими переживаниями, своими проблемами, своим счастьем, просто вообще всем, всем, чем только можно. В предыдущих видео я вам говорила о том, что я очень серьезно отношусь к дружбе. Это действительно так, это является и остается так. Я не являюсь человеком, который с абсолютной легкостью сможет найти общение, найти подход к любому человеку. Для меня это должно быть именно двухстороннее, потому что если идет инициатива только с моей стороны, с противоположной стороны, не важно, это мальчик или девочка, я не вижу ответной реакции. Естественно, никакого общения не получится, даже если человек не настроен негативно, но с ним будет достаточно тяжело подружиться, потому что он не проявляет свою инициативу. То есть он не проявляет такого, так как он не проявляет особо сильного желания со мной общаться, естественно, я не буду идти на рожон, идти пытаться как-то подружиться, найти себе новых друзей и из тех людей, кто не особо-то этого желает. Собственно, к чему я все это? О том, что мне очень тяжело найти друзей, друга, подругу, неважно, какого пола этот человек. Друзей вообще именно мужского пола у меня практически нет. И если есть, то это друзья, скорее всего, моего молодого человека, потому что никогда у меня дружбы с молодыми людьми, вот именно нормальной настоящей дружбы, не получалось. То есть всегда это была именно женская дружба, всегда это был именно женский коллектив. Сегодня я, конечно, хотела бы с вами поговорить об именно, опять же, женской дружбе. Я надеюсь, я вас еще не достала этой темы, потому что я постоянно об этом думаю. Я постоянно думаю о тех людях, с кем я перестала общаться. Я постоянно думаю о тех людях, с которыми я общаюсь. У меня есть как молодые, так и, собственно, ну, как молодые мои ровесники, так, собственно, и взрослые. У меня есть подруга, которую я очень сильно ценю, которую я действительно очень сильно люблю. И если я ее потеряю, я, наверное, буду переживать это очень-очень тяжело. Собственно, я прикладываю, и она тоже прикладывает к нашему общению, очень большие усилия. Но это усилия, которые не идут в тягость. То есть ваше общение с друзьями не должно идти в тяготу. Собственно, почему я начала вообще снимать этот ролик, почему я захотела в очередной раз поговорить с вами о дружбе, потому что во мне закрались такие мысли по поводу второго шанса на общение. То есть, допустим, ваш друг что-то накосячил, и спустя какой-то определенный долгий промежуток времени хочет опять начать общаться. Я не против. Я сейчас как бы столкнулась с этой ситуацией. Я очень хочу начать общаться. Итак, вернемся к теме именно дружбы. Как вы считаете, стоит ли давать человеку второй шанс? Имеет ли... Конечно, я считаю, вот скажу честно, я считаю то, что каждый человек имеет право на второй шанс, на вторую попытку. Если уж со второго раза не получается, то тут уже как бы сами, я думаю, все прекрасно понимают. Ну, увы, нет. Я же надеюсь, что со временем человек делает какие-то выводы, вот конкретно в своем возрасте, про свой возраст буду говорить. Я надеюсь, что люди все-таки со временем растут, взрослеют как физически, собственно, так и морально, так и внутренне, так и в области мозгов. У них появляются некие другие ценности в жизни, они начинают больше ценить людей, более адекватно реагировать на различные ситуации. И, собственно, вот, не знаю, честно, пока не буду говорить ничего по поводу, к какому же выводу я приду. Пожалею я об этом, не пожалею, но я хочу попробовать дать шанс второму человеку. Плюс я считаю, что в какой-то мере, когда происходит конфликт, оба человека не правы, потому что, скорее всего, кто-то кого-то неправильно понял. Скорее всего, кто-то как-то не совсем корректно выразился. Плюс вот эти голоса, которые находятся вокруг нас, в нашем окружении, которые люди, если вы обсуждаете с кем-либо, то, скорее всего, они вам насоветуют такого, чего лучше бы они вообще не советовали и не лезли в это. Потому что я считаю, что каждый человек может справиться своей проблемой сам. Да, он может послушать какие-то советы, может кому-то прислушаться, может прийти на помощь именно моральную к другому человеку. Но я считаю, если конфликт у двоих людей, то они, естественно, должны решать это сами, не прибегая к посторонним людям. Потому что, на мой взгляд, что бы ни делали посторонние люди, если они вам не супер близкие, если они действительно вас не обожают, то они ничего хорошего в вашу жизнь не принесут. Это, на самом деле, первая тема, которую бы я хотела с вами обсудить. Вторая тема – это тема именно работы. Почему я стала достаточно редко снимать видео? Потому что у меня очень напряженные отношения начались именно на моей работе. Как-то, честно говоря, у меня уже эта работа вот здесь сидит. Вообще свободного времени нет. Ты не успеваешь ни жить, ты не успеваешь ни гулять, ты ничего не успеваешь. Сейчас я сижу перед вами в более-менее отдохнувшем виде, чисто из-за того, что у меня сейчас отпуск. К сожалению, этот отпуск у меня практически уже закончился. Я догуливаю последние деньки. Но кто из вас работает, в какой сфере вы работаете, как вам дается работать? Мне очень интересно узнать, сталкиваетесь ли вы с такими же проблемами, как и я. Это проблема в коллективе, это проблема в напряженном графике, в напряженном порыве. Я, как уже неоднократно говорила, может быть, кто следит за мной на Инстаграм, тот знает, в какой сфере я работаю. Эта сфера связана с людьми, с постоянным общением людей. И я думаю, все вы прекрасно понимаете, что люди не всегда такие классные, не всегда пушистые, милые, улыбающиеся. Но ты должен улыбаться, хоть тебя поливают с ног до головы полным ведром, но ты должен улыбаться. Я хочу, собственно, узнать, как вы справляетесь с этой проблемой, потому что у меня уже доходит чуть ли не до того, что я реально хочу уволиться. Простите. Алло. Алло, ну, привет. Ну, ну, привет. Да. Где ты? Ага, и через сколько ты будешь? А, ну, хорошо, давай. О, а что так долго? А ты с Сашей будешь? Я хочу погулять, на самом деле, пойти, потому что я уже собралась, я хотела в магазин сходить. Вот. Вот. Ну, давай встретимся, а потом зайдем, ты переоденешься и будем погулять. Угу. Давай, набери мне тогда. Угу. Мяу. Мяу. Как вы справляетесь с этими проблемами, потому что у меня реально доходит до того, что я каждую неделю, практически каждый день думаю об увольнении, хотя я безумно люблю свою реальную работу, мне действительно очень интересно. Собственно, я хотела бы узнать, как вы справляетесь с проблемами на работе, как вы выходите из этих депрессивных ситуаций, что уже просто на грани. Но в тот же момент я понимаю то, что у меня еще очень маленький опыт, у меня определенные такие вот финансовые проблемы, которые мне необходимо решить. И если я буду искать новое место работы, скорее всего, там будет испытательный срок, скорее всего, там будет опять меня тоже что-то не устраивать. И, в общем, я хочу найти выход из этого положения, чтобы найти какой-то, может быть, другой подход к этому. Потому что мама мне постоянно говорит, относись к работе немного иначе. То есть не нужно так агрессивно на нее реально реагировать. Просто проблема в том, что когда ты приходишь, и у тебя настолько стрессовое состояние, то, что ты готов орать просто на взрыв, это очень-очень сложно. Ты не хочешь радоваться жизни. То есть, допустим, лето, которое у меня было в этом году, которое практически уже закончилось, его просто можно выбросить в помойку, потому что лета у меня не было. График у меня до вечера. Гулять, естественно, это не гулять. С утра ты ничего не успеешь. Позагорать ты тоже, как бы, не особо-то есть возможность в 8 вечера сгорать. Поэтому я хочу как-то справиться с этой проблемой. Но в тот же момент, собственно, почему я начала об этом говорить, я не могу одна это сделать. У меня не хватает сил. Я хочу посоветоваться с вами, чтобы вы сказали мне, может быть, посоветовали, может быть, в каком-то плане помогли. То есть это такой позыв о помощи просто. Как вы справляетесь со стрессом на работе, с которым вы, в принципе, ничего не можете сделать. Как вы эмоционально это переживаете. Что, может быть, вы принимаете. То есть сначала меня спасал шоппинг. Но когда я поняла то, что уже все просто. Это выше крыши. Так нельзя жить. Я перестала прибегать к шоппингу. Но теперь проблема в том, что чем можно спастись, кроме расслабляющей ванны и шоппинга, снять эту стрессовую ситуацию. Снять с себя стресс, вот эту всю гадость. И желательно такой метод, который будет помогать ежедневно. Потому что ежедневно у меня какие-то конфликты на работе, ежедневно у меня какие-то стрессовые проблемы. Я очень надеюсь, что я вас не сильно загрузила. Если у вас есть какие-то мысли по поводу того, что я вам сейчас сказала, то обязательно напишите мне внизу их в комментариях, потому что я очень хочу с вами поговорить. Мне иногда надоедает снимать видео о косметике. Хоть я это и редко делаю, но мне реально хочется с вами пообщаться. Мне реально хочется с вами поговорить, узнать вас получше. Узнать тех людей, для которых я снимаю видео. Потому что моему каналу уже очень много времени. Моему каналу практически три года. Я так и не наработала вот эту вот базу, которую наработали практически все топовые блогеры. Я не хочу быть топовым блогером. Я хочу просто совершенствоваться. Но для того, чтобы совершенствоваться, нужно становиться к вам ближе. А как я могу стать к вам ближе, если я, по сути, кроме косметики, то больше ни о чем не говорю. И то это бывает очень-очень редко. Я хочу снимать именно такие вот блатологические видео почаще. Но для того, чтобы снимать мне такие блатологические видео почаще, мне необходимо знать тему, которая вам интересна. Собственно, поэтому я прошу вас, пожалуйста, если вам интересно что-то, если вы хотите что-то со мной обсудить. Я очень люблю разговаривать. Я очень эмоциональный, очень импульсивный человек. Задайте мне вопрос, и мы обсудим это. Я вам просто обещаю, мы это реально обсудим. Если вы можете заметить, то в огромном, да, наверное, даже практически во всех своих видео, я очень зажатая, очень скомканная, малоэмоциональная. То есть я о чем вот думаю. Допустим, я вам показываю какой-то флакон, мне нужно тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И все, на этом все заканчивается. Я хочу с вами поболтать, потому что сейчас я действительно сижу перед вами искренне, сижу настоящая. Я не думаю о том, что где-то у меня там что-то не так стоит, что я как-то неправильно сижу, или я как-то не так одета. Я все-таки, наверное, буду с вами прощаться, пойду все-таки гулять, пойду встречать свою подругу, которая в скором времени уже приедет. Я надеюсь, что она не будет так долго ехать, сколько она мне сказала, аж 50 минут, потому что я все-таки готова уже гулять, я ее жду. И надеюсь, что это видео вам все-таки понравится. Я действительно надеюсь, что это видео вам было интересным. То, что вы увидели меня немного более расслабленную, более настоящую, немного заглянули в мой мир, который находится у меня внутри. Если вы хотите видеть меня более открытой, то обязательно сообщите мне об этом, потому что для меня это важно, это действительно для меня важно. Вот, и я абсолютно забыла про свой кофе, который сейчас буду пить, пока я буду дожидаться все-таки свою подругу. На этом я буду с вами прощаться. Огромное вам спасибо за внимание, огромное вам спасибо за то, что уделили свое время, потратили свое драгоценное время на просмотр этого ролика. Я надеюсь, что кто-то, может быть, со мной солидарен, кто-то увидел, хотя бы из вас увидел чуть-чуть, маленький кусочек близкого вам по духу и по нраву человека. На этом я буду, собственно, с вами прощаться, пойду гулять. Сегодня пятница, я, скорее всего, думаю, что это видео выйдет гораздо позже, нежели пятница. Но все же я желаю вам провести эти выходные потрясающе, чтобы они запомнились вам, чтобы у вас было потрясающее настроение, и вы ловили последние все-таки моменты лета, потому что... Потому что уже начался август, а это значит, что совсем скоро начнется осень. Осень, осень это одно из любимейших моих времен года, но все-таки я очень люблю лето, и все-таки я хочу оставить в своей памяти хотя бы маленький кусочек лета 2016 года, потому что такого года больше у нас не будет, собственно, лета такого тоже больше не будет. Я надеюсь, что у меня тоже эта пятница пройдет очень хорошо, я буду с вами прощаться, простите за то, что я такая болтушка. Я вас всех очень сильно люблю, всех целую, и пока, до новых встреч!